Всех приветствую на канале Банковский. В нашем обзоре льготный кредит для бизнеса без бумаг от Промсвязьбанка. Данный кредит действительно является льготным, он идет в рамках поддержки предпринимателей. И банк здесь отмечает, что его не нужно возвращать при условии сохранения 90% сотрудников. То есть, конечно, беспрецедентное предложение, если бы не особые условия его, конечно, не было. А так это вот тот вариант, та спасительная нить для некоторых предпринимателей, без которой вообще невозможно продолжить дело. Ставка 2% по данному кредиту, сумма до 10 миллионов рублей, полностью оформление онлайн, то есть не нужно никуда бегать. И всего лишь по трем документам. Давайте посмотрим более подробно, как его оформить, что это за кредит вообще. Ну и какие документы здесь требуются? Во-первых, это сведения о застрахованных лицах, то есть в соответствии с постановлением правительства от 01.02.2016 номер 83-П. И обороты компании, то есть выписка из интернет-банка или карточка 51 счета из 1С. То есть сотрудники банка подскажут, как ее сделать, если возникнут какие-то проблемы. Внизу страницы вот здесь как бы есть номера телефонов контактные. Соответственно, вот 8 800 333 25 50. Это бесплатный звонок по России. Можно позвонить и, соответственно, спросить у сотрудника, каким образом вот этот вот документ делается. Значит, ну и нужно согласие на запрос в БКИ, потому что кредитная история в данном случае потребуется. Мало ли. Условия программы получения. Да, мы даем деньги на возобновление деятельности, максимальная сумма кредита 2 мрот на одного сотрудника. Начисляем 2% годовых. Ну и, значит, мониторинг его условия описывается и списание. То есть вся схема, вот она, скажем так, налицо. Как получить кредит, здесь банк тоже сообщает. То есть оформляете онлайн заявку. Все документы подгружаются в рамках этой заявки. Далее банк сообщает по телефону решение. И уже, соответственно, пользуетесь деньгами, которые перечисляются на открытый счет дистанционно. Ну и есть еще правила предоставления кредита. Ну там, как бы, такой информации, конечно, много, но практического значения маловато. Потому что, ну, тут в основном банк на все имеет право. Вы ни на что не имеете права. То есть это такой типовой документ. Я сейчас бегло его пролистаю, конечно. Здесь общие положения, получение, использование траншей. То есть все это урегулировано. И в случае юридического спора шансов, конечно, у предпринимателя будет немного против банка. Потому что здесь документ составлен таким образом, что банк находится в максимально привилегированном положении. А приобретатель займа фактически имеет только обязанности и практически не имеет прав. Права и обязанности сторон, в частности. Ну, в общем, как видите, достаточно длинный документ. Если вы решили все-таки приобретать данный займ, будет неплохо с ним ознакомиться. Хотя бы бегло, да. Потому что, ну, понятно, что положения типовые. Но все же не читая документы, подписывать их нельзя. Так уж жизнь у нас сложилась. Ну, и, собственно, что могу сказать. Если вы попадаете вот в данную программу, то есть у вас есть сотрудники, вы можете сохранить большую часть сотрудников, да. И вам для этого необходим кредит, то вполне можно обратиться в промсвязь банк. Хотя, отмечу особо, что схожие продукты предлагают и многие другие банки. И ничего здесь уникального нет. Поэтому сравните, значит, предложения различных банков. Сделайте собственный вывод и уже обращайтесь в тот банк, куда вам удобнее. Ну, просто, как бы скажу, что проще будет, конечно, обращаться в тот банк, где у вас уже открыты расчетные счета. С кем вы имеете дело постоянно. Если это не промсвязь банк, то лучше, конечно, банк не менять, как лошадей на переправе, да. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!